мне и моей команде повезло мы работаем над одним из самых интересных и одним из самых важных национальных проектов проект по развитию малого и среднего предпринимательства предпринимательство это тот локомотив который должен способствовать развитию страны и сейчас вклад малого и среднего бизнеса в целом в экономику страны он конечно же недооценен он конечно еще нет достиг того уровня который бы мы от него хотели и национальный проект предлагает инструменты как малому бизнесу состояться как ему стать успешным есть несколько в рамках национального проекта региональных программ то эти программы рассчитаны на разные сферы поддержки предпринимательства одна из программ рассчитана на упрощение доступа к финансовым ресурсам сейчас в рамках национального проекта получить дешевые деньги на развитие бизнеса на становление бизнеса стало как никогда просто но например в рамках национального проекта мы запустили совершенно уникальную линейку финансовых продуктов микрозаймов от одного процента годовых причем без залога без поручительств предприниматель который хочет ей воспользоваться он просто приходит к нам микрофинансовую организацию подает минимальный пакет документов и через три дня получает деньги на счет в целом же линейка инструментов финансовых она более широкая и предполагает на региональном уровне получения до 5 миллионов рублей под годную ставку 7 процентов если нужны большие объемы инвестиций то до 2 миллиардов в любом уполномоченном банке под восемь с половиной процентов это максимальная ставка для малого и среднего бизнеса другая программа направлена на образовательную часть у нас широкая линейка такого рода программ начиная от обучения каким-то совсем узким прикладным дисциплинам например охране труда или пожарной безопасности и заканчивая прокачкой предпринимателей по различным каналам продаж программа акселерации малого и среднего бизнеса очень важная интересная программа направлен например в том числе на создание технопарков мини технопарков частного характера есть возможность получить там до 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры таких технопарков предусмотренных для размещения именно субъектов малого и среднего предпринимательства это новые точки притяжения в первую очередь промышленных компаний кроме того действуют в рамках этих проектов центр инжиниринга который десятки услуг технологического рода предоставляет предприятия спектр вот программ в рамках национального проекта он способен охватить но все потребности предпринимателей которые на сегодняшний момент существуют и успешно их решить действительно инициатива есть причем и инициатива мы сейчас видим много у молодых предпринимателей это один из акцентов у мы видим активное развитие женского предпринимательства сейчас для нас одним из новых и главных фокусов является предпринимательство среди людей серебряного возраста 45 и старше мы делаем для всех этих категорий специальные продукты поддержки мы считаем что те инструменты которые вот дал национальный проект они позволят этот тренд преобразить его сделать положительно по опыту прошлого года вели определенное недоверие ну скажем частности к финансовым продуктом которые мы предлагали была потребность предоставить даже больше финансовой поддержки чем мы это сделали в прошлом году сегодня вот прошло у нас девять месяцев на 80 процентов у нас увеличилось количество заявок на получение финансовой поддержки люди поверили люди увидели что там нет каких-то сверхсложных бюрократических преград в получении что это легко и выгодно получать такую поддержку и идут к нам мы запустили новые меры поддержки которые по нашему мнению способны ну вот еще дополнительные страхи убрать частности например программы бизнес наставничество когда опытный успешный предприниматель берет себе в подопеку молодого начинающего предпринимателя и дает ему советы с учетом уже им приобретенного ценного опыта и это общение способствует и выживаемости на первых порах больше выживаемости малого бизнеса и дает бесценный опыт молодым начинающим потому что столкнувшись с какими-то проблемами в начале есть желание бросить бизнес а есть возможность спросить у наставника и оказывается это совсем не проблема это абсолютно решаемые вопросы типичный предприниматель это мужчина на 30-35 лет сфера это наверное все таки сфера услуг здесь нельзя конечно мерить в целом по температуру по больнице потому что одно дело это предприниматель в целом по области другое и этом похоже наверное в городе туле и предприниматель где-то в другом удаленном муниципалитете там совсем другая картина портрет проблемы боли у предпринимателей поэтому наша задача подойти к каждому предпринимателю адресно наша одна из главных задач не скатиться к формализму проведение чего-то ради проведения этого наша задача позволить даже не позволить а сделать предприниматели более успешными успешность предприниматель выражается в увеличении их прибыли поэтому наш кипяй это вот оценка деятельности предпринимателей которым мы оказали услуги с точки зрения их финансового результата мы для себя именно такой теперь ставим чтобы отслеживать там через полгода и год а как же сказалось это все на предпринимательской деятельности закрылся он или у него на 200 процентов прибыльность выросла без всегда деньги важны большая часть предпринимателей это про деньги вторая часть это вот про фан увлечение но она в любом случае сопряжено с деньгами идеи тоже очень важны без хорошей идеи тоже сложно построить бизнес но одной хорошей идеи недостаточно вот здесь мы тоже готовы предпринимателем с идеей но возможно без денег помочь не всегда для того чтобы реализовать идею нужны какие-то большие деньги с идеи можно прийти к нам в центр мой бизнес и эту идею наши специалисты помогут упаковать в бизнес-план и на каждом этапе бизнес-плана будет мера поддержки которые мы готовы оказать в проведении маркетинговых исследований безвозмездно подготовки бизнес-планов предоставление финансовых средств закрепление там бизнес-наставника эти все сервисы они у нас есть и они там в 99 процентов абсолютно безвозмездные для предпринимателей в оставшемся одном проценте они содержат минимальную включенность финансовых предпринимателей вот главный посыл который бы я хотел вложить в тех кто смотрит меня не нужно бояться не нужно бояться чтобы потом не жалеть что не попробовал никогда когда есть у молодого предпринимателя какая-то идея и спрашиваешь на что тебе мешает за счет и говорит денег нет хорошо зачем тебе нужны деньги ну как а как без денег ну давай подожди в чем твоя идея она в этом заключается вот в том и том вот зачем тебе сейчас нужны там 2 миллиона рублей на этом этапе когда тебе нужно вот 300 тысяч и мы тебе абсолютно без залогов эти 300 тысяч как молодому начинающим предоставим а что так можно да так можно а я не знала я не слышал даже если нет идеи но есть желание то мы с вами мы можем эту идею найти для меня совершенно удивительно как молодые ребята 17 лет приходят к идее заняться сельским хозяйством это парни который казалось бы но сейчас там все делают проекты в сфере айти ну вот в таком возрасте да тем не менее они вот набрались наглости можно по-хорошему так сказать смелости и ушли в сельскохозяйственное производство они изготавливают молоко честно сказать вот для меня с точки зрения человека несколько старше их вот это конечно трансформация удивительная хотя есть и другие в новом классные интересные проекты в этом году на конкурсе мама предприниматель победила девушка виктория которая производит скульптурную пасту и из увлечения когда она в декрете занималась этим для себя эта идея она пересла в бизнес причем в бизнес как по по обучению этому так и изготовлению сопутствующих материалов для вот лепки из скульптурной пасты тула улица кирова 135 корпус 1 здание нового бизнес инкубатора в нем находится вся инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса пожалуйста приходите и вы получите комплексную услугу либо уже в отношении действующего бизнеса мы подскажем какие-то лайфхаки мы подскажем какие-то варианты развития выхода на новые рынки либо если вы только задумываетесь об этом приходите предприниматель молодой начинающий придя в бизнес инкубатор он получает он становится частью такой предпринимательской экосистемы есть скепсис у тех кто он может быть давно занимается бизнесом что лучше с государством не связываться лучше делать все самостоятельно ни на кого не рассчитывать если был так получается то да можно так делать и если кто-то делал так на протяжении длительного времени ну что ж можно только его поприветствовать в этом но нужно все равно взвесить а что дает государство и что оно требует взамен вот государство дает тебе конкурентные преимущества по отношению к другим да ты можешь пойти в коммерческие банки взять под 15 процентов либо прийти к нам и взять под пять процентов соответственно ты можешь стоимость своих услуг либо товара на иное количество рублей снизить и стать при том же качестве более конкурентным ну и так далее но вот государство оно потребует с меня каких-то там отчетов мне нужно подготовить пакет вот такой документов отвести его куда-то там в ту я живу далеко в Ефремовском районе вот я при приеду мне скажут один документ не так обратно нет сейчас этого всего нет это можно сделать в режиме онлайн можно это все сделать в электронном виде и ровно за такое же количество там за неделю получить собственно решение есть минимальное количество стоп-факторов которые там не позволяют скажем финансовую меру поддержки получить и когда общаешься напрямую с предпринимателем то они зачастую удивляются потому что действительно есть такая мера поддержки ну да но мы же ребята об этом говорим трубим из там разных источников информации но зачастую особенно вот где-то в муниципалитетах отдаленных важно личный контакт личное донесение информации до предпринимателя тогда это идет точно в цель тогда больше доверия и тогда ну вот конверсия обратная связь от предпринимателей гораздо качественнее и лучше наша задача достучаться до каждого предпринимателя рассказать о наших сервисах о нашей пользе и о той выгоде которые они получат воспользовавшись государственной поддержкой в рамках национального проекта до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч о настоящих